Очередь за Новочебоксарском. Сегодня власти города Спутника подвели итоги социально-экономического развития. Первое полугодие показало, муниципалитет развивается успешно, но впереди еще много работы, отметил глава региона. О главных итогах и городских перспективах репортаж Дмитрия Ковалева. Облик городской набережной изменится. За ее благоустройство голосует абсолютное большинство. Сейчас реализацию этого проекта обсуждают с местными жителями. Работы должны завершиться уже в этом году. Здесь обустроят прогулочные зоны, велодорожки и даже построят храм. Недавно по поручению главы региона эту территорию очистили от мусора. Спасибо вам всем, кто там участвовал на экологических субботниках. Набережная на самом деле была загажена. Вот так нельзя. Какой частоте она сейчас сегодня содержится, она такая должна быть. Еще в 2010 году, когда вступил должность президента, когда я встречался с горожанами, поднимали вопрос, почему в Чебоксарах есть набережная, а в Чебоксарске нет набережной. За эти годы, каждый год обсуждался несколько раз эту тему. Вслед за благоустройством верхней набережной наступят череды нижней. Многие горожане хотят купаться на оборудованном пляже. Но цена реализации этого проекта превышает 3 миллиарда. На помощь может прийти грядущая программа о здоровлении Волги. Цена вопроса на федеральном уровне для всех регионов, для оздоровления Волги, 257 миллиардов рублей. Начиная с 2018 года, это однозначно 1 миллиард рублей будет выделено. Касаясь уже дальнейшей перспективы, с 2019 года не менее 11 миллиардов рублей. Наша задача подготовить сейчас предложение Ольге Викторовне с общественностью. Вообще, отмечает Михаил Игнатьев, облик Новочебоксарска улучшается. Хотя 7 лет назад город Спутник находился в списке отстающих муниципалитетов. За эти годы удалось решить немало проблем. У нового главы администрации приоритеты не меняются. В ближайшие годы необходимо благоустроить дворы и отремонтировать дороги, находящиеся в аварийном состоянии. На центральных улицах работы уже начались. 1 миллиард 3192 миллиона мы выделяем. Это срок станкурования 2016 года на 37,5% больше. Много денег получили на дорожное хозяйство. По дворовым территориям и подъездным путям, вот на Ольге Викторовне, за сколько лет мы можем завершить работу с учетом выделяемых средств, с учетом своих средств, которые выделяете? В этом году нам выделено на 16 дворовых территорий 29 миллионов 900 тысяч рублей с охватом 91 умных квартирного дома. Своих темпов в городе не сбавляет и жилищное строительство. Количество очередников сокращается. Эта многодетная семья буквально на днях отбить в новоселье в просторной квартире. Это наша программа. Вам спасибо, что вы от любви, от своих чувств рожаете, от таких вот жизнерадостных. Развивается успешный промышленный комплекс. Инвесторы городу проявляют интерес. В перспективе здесь должно заработать производство акриловых ванн. Новые проекты реализует и предприятие Химпром, а это гарантированные рабочие места. Так, АО-группа Оргсинтез на производственной площадке ПЭО Химпром реализует инвестиционный проект производства гашенной иизисти, стоимостью 120 миллионов рублей. Гашенная иизисть используется в основном в сельском хозяйстве для производства минеральных удобрений и строительной отрасли. Новые проекты отражаются на бюджете. Только за полгода в городскую казну положили более 900 миллионов рублей. Но муниципалитет может заработать еще больше. Необходимо активизировать работу по сбору налогов, должны снижаться и долги из-за услуги ЖКХ. Потенциала у нас еще внутри города достаточно, и резервы достаточно, над чем мы должны работать. И хочется сказать, еще многое нам надо сделать. На следующей неделе новочебоксарцы отметят День города. Глава региона рекомендовал местным властям подготовить интересную программу. Уже намеченное открытие новых объектов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.